Бокертав! У каждого из нас есть творческая энергия, таланты, которые мы далеко не всегда используем. По разным причинам. Мы находим в себе разное оправдание. Иногда оно действительно правдивое, иногда более натянутое. Но так или иначе, представляется, что передросшая она очень хорошо бы сделать нам аудит того, что в нас спит. Или те позитивные мечты, которые мы постоянно откладываем и говорим, вот если бы, кабы бы. Кто-то мечтает научиться играть на фортепиано, кто-то мечтает в шахматы, может быть, начать играть, кто-то еще о чем-то мечтает. Вы скажете, а какая тут связь с Торой? Самая прямая. Все наши таланты, которые в нас есть, они заложены в соответствии с нашим духовным корнем. И речь не идет о том, чтобы забросить Тору, играть в шахматы или летать на параплане. А речь идет о том, чтобы энергию вдохновения направить туда, куда мы хотим, чтобы она была направлена. Здесь есть несколько смыслов. Нереализованные мечты, они подсознательно будят в нас депрессией. Но для того, чтобы они не стали просто деструктивными, то есть мы не заменили нашими хобби действительно важные дела, нам нужно посмотреть, какой корень у этих есть целей, которые не свершились или свершились не до конца. Как этот корень я могу использовать в более продуктивном русле, смысле, что я могу делать в той области, в другой области. Вот сейчас, в данный момент, там, где я нахожусь, и совершенно не обязательно бросать все и заниматься непосредственно моей мечтой. Я могу к ней подойти и, трансформировав себя, реализоваться здесь и сейчас на благо Всевышнего, на благо себе, на благо другим евреям и так далее. Нужно понимать, что энергия, которая у нас есть, творческая энергия, она дана нам Всевышним. И автономной собственной силой она не обладает. То есть вся наша энергия — это, по сути, энергия Творца. И Всевышний направляет энергию, мы говорили на прошлом уроке, она выражена в имени Эллоким, человеку, который, в свою очередь, вкладывает ее по своему выбору, в свои действия, мысли, слова и так далее. То есть Всевышний направляет потоки энергии таким образом, чтобы человек формировал Вселенную в соответствии с собственной волей. И здесь, мне кажется, один из, можно сказать, секретов, почему человек, если использует, вернее, канализирует эту энергию в негативные вещи, в негативные слова, почему ему возвращается то же самое. То есть фактически, если посмотреть на энергетику, да, модная там эзотерика, там еще что-то есть, все пустое, не наше. Но если очень-очень-очень упростить и посмотреть, как оно работает, то когда мы берем энергию Творца и направляем ее в неправильное русло, мы получаем такой же ответ. И этот ответ называется «клала», да, то, что не браха. И ровно наоборот. Так вот, если мы сделаем, опять же, с любопытством, с любовью к себе в разумном смысле, аудит вот наших творческих возможностей, нереализованных еще, нам это может помочь с новым качеством служить Творцу. И это может быть изучение Тора, это может быть бизнес, благодаря которому ты даешь знаку, да, придут какие-то новые идеи, не просто какие-то фантазии, да, а именно пробудиться творчество и присоединиться в правильном смысле к той конструктивной деятельности, которую ты делаешь. В каком-то смысле ты можешь и то, что называется «забустить», модное слово, да, то есть дойти до конкретной мечты, как ты ее себе представляешь. Ну, здесь речь не о мечтах, а здесь речь именно о трансформации той энергии, которая спит, мечтая о мечтах, да, масло-масляное, в тот позитив, который мы можем сейчас, здесь и сейчас реализовать. То есть такая монетизация нашего человеческого потенциала, а не просто откладывание на потом. И это совершенно не исключает, что, конечно же, мы можем, не могу сказать «должны», то есть здесь нет слова «должны», у всех разные мечты, и не всегда они, скажем так, стоят к ним идти, да, здесь нужно советоваться. Но и к мечтам относится та мотивация, когда человек очень-очень чего-то хочет, у него просыпается огромная энергетика. И здесь с этим просто нужно правильно поэкспериментировать для того, чтобы найти в себе вот эти вот нотки, когда мы можем включить в себе вот этот вот турбо-режим благодаря нашим сокровенным мечтам, еще не реализовавшимся, и связать это с Аводаташем, со служением Всевышним. И Всевышний нас правильно выведет на то направление, в той пропорции к тем целям, которые действительно должны быть, при условии, что мы, конечно же, их себе ставим.